Они добиваются успеха в самых разных областях – в спорте, искусстве, бизнесе. Сегодня Всемирный день людей с синдромом Дауна. Когда-то считалось, что это тяжелая болезнь. Сейчас же синдром признан всего лишь особенностью людей с одной лишней хромосомой. Только в Дагестане проживает 420 солнечных детей. Что делается для того, чтобы они не становились сиротами при живых родителях, а общество научилось принимать их, расскажет Абдурахим Белалав Даганай. Невероятно добрая, отзывчивая и веселая девочка Хадижат любит обниматься. Она воспитанница Махачкалинского развивающегося центра, где обучают детей с множественными нарушениями в развитии. У Хадижат синдром Дауна с рождения. Конечно, это был шок. Было очень тяжело. Мне приходилось одной со всем этим бороться, потому что не было психолога, к сожалению. Я всегда говорю, что в таких ситуациях обязательно должен быть психолог, потому что поддержать мать, чтобы объяснить ей, что это не конец света. Для солнечных детей в Махачкале уже около 10 лет открыт дом дневного пребывания. Недавно они переехали в новое здание. Оно больше предыдущего. Часть помещения уже отремонтировали. С ребятишками здесь занимаются педагоги и психологи. Уроки чередуются с рисованием, физкульторазминками и прогулками. Она с удовольствием входит в эту школу. И я очень рада, что мы попали в эту школу. Ей нравится здесь. С ними занимаются, их развивают, учат навыкам жизни, повседневной жизни. Школа рассчитана на 50 детей. Один из первых учеников, Ахмед Рамазанов, рассказывает, уже многому научился здесь. Мы же показываем, пишем, пишем, буквы, слова, читаем книгу, пишем, все делаем. А чем больше всего нравится заниматься? Физкультура, мы беспредельные. Урок чтения, урок приветствия, письма и математика. На физкультуре чем занимаешься? Кубики закачаю, пресс закачаю. Здесь дети учат справляться с элементарными бытовыми вопросами. Готовят малышей к взрослой жизни. Один парень у нас поступил в этом году за ученый институт. У него синдром Аспергера, он очень талантливый, но вместе с тем у него нет социальной адаптации. Он не социализирован, он не может абсолютно без сопровождения где-то находиться. И мы почему вот сейчас вот работаем над проектом кафе, мы его завершаем, он почти завершен. Сегодня с администрацией разговаривали, чтобы прилегающую территорию в порядок привести. Потому что мы этих детей планомерно переводим после учебной квартиры, которая у нас есть на редукторном поселке, где учат самостоятельной жизни. Мы их будем переводить уже в производственный процесс, где они будут учиться работать и будут работать. И там еще есть класс, который будет подготовить вот именно вот этих детей учиться работать. И мы, думаю, их в общую сеть кафе по городу запустим. Воспитанники школы любят петь и танцевать, выступать на сцене. Они главные артисты общественных мероприятий. Некоторые из малышей говорят, хотели бы связать свою жизнь с творчеством. И педагоги готовы их поддержать. Абдорхим Белал Даганай, Саид Кутиев. Время новостей.